Церковь отмечает сегодня день Великих Апостолов, которые находили первого горфона Петра и Павла. Вот что выдает статистика. Слово Петра встречается только в Новом Завете 159 раз. И Симон 72 раза. А вот слово Павла 152 раза встречается. Саут 22. Только в Деяниях Апостолов 58 раз. Когда читаем книгу Деяния Апостолов, Саут говорит, ее правильно назвать было Деяние Духа Святого. А в большей мере из людей это относится к апостолу Павлу. Вот какая между ними разница, сегодня мы можем посмотреть, что у них общего, кому нужно подражать и в чем, а в чем не надо подражать. Не так, что если они святые, все у них свято, все чисто. Петр не сказал, подражайте мне. А Павел сказал, подражайте мне, как Я Христ. Петр не мог этого сказать, потому что у него в поступках было такое, чего не дай Бог никому. Однажды Господь назвал его сатаной. Отойне от меня сатана, ты мне соблазн, и подумаешь о том, что человеческое. Вот думать о том, что по-человечески выгодно, хорошо. Это равно, что знать сатанинское. Хотя сатаны ты не знаешься. Открещиваешься, отплевываешься, и его трижды через левое плечо. Как они обратились? Вот Евангелие от Марфея 4.18. Проходя близ моря, увидел Андрея, Симона и Симона, закидывающие в сети. Марк 3.10. Потом поставил в апостолы Симона, Петра. То есть не как обратился, а просто Марк говорит о том, что поставил. Евангелист Лука 5.8. Когда Господь показал великое чудо ловли рыбы, то Петр, припав, сказал, вы я от меня, ибо я человек недостойный. Вот как говорят три евангелиста. И четвертый, Иоанн говорит 1.40. Один из слышавших об Иисусе от Иоанна был Симон Петр. Только Иоанн говорит о слышании. Один говорит апостол о чуде. Какое чудо рыба? Спросим, а повторялось ли такое чудо в истории? Я думаю, что не тысячи крат, а миллион крат во всем мире. Люди молились, и внезапно там, где не ожидали рыбы, целый сень наполнялся рыбой. Значит, обращение Петра массово повторялось в жизни людей. На Петра можно смотреть только как на крепкого старовера. Настолько прочно у него все старое еврейское в нем было, что после дня Пятидесятницы ему необходимо были видения с неба полотно. Необходимо было услышать снова голос. Чей голос? По всей вероятности Бога, Отца и Иегову. Который говорит, закалей и ешь и не почитай нечистым. То есть он все еще почитает. Не почитает, а значит почитает еще. Что-то у него не ладно было с обращением у Петра. Дух Святой не может сломить его упрямство. Это все после дня Пятидесятницы. Он еще привлекается с говорившим с неба и с видением. Ничего не входило в устами. И какой уровень развития. Но он остается апостолом. И апостол Петр может для многих больше подражатель, чем апостол Павел. Вот как мы читаем, обратился Павел. Деяние апостола 9.3. Когда же он ушел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его с неба свет. И пали все на землю. Настолько это было чудно, неповторимо. И отрезало все прошлое. У него, у Павла, за ним не тащилась старая еврейская нервная минута. Все кончилось. Я все-таки для себя избрал именно этот путь. Человек должен сам сознательно обратиться к Богу. Не так, что я родился в религиозной семье. Старообрядческой, новообрядческой, ревобаптистом где-то. За родителем тянулся, а потом ратует. Ратует за что? За веру свою. Вот у нас так было, у нас так наказывали родители. У Павла как будто ничего этого не было. Сегодня евреи боятся назвать себя, что они евреи. А Павел говорит, я еврей. Он не боялся. И беря самое лучшее от еврейской нации, он возводит себя к самым ревнителям законно. Я фарисей от фарисея. То есть от отца он наследовал четкое исполнение иудейских предписаний, толпудических, может быть. Но, встретившись с Христом, он понял. Все изменилось. Христос все перекинул слева направо. Петр свидетельствует, ты Христос Сын Бога Живого. А сам спрашивает, кто ты Господь? Он не знает. И хотя Петр засвидетельствовал, что Сын Бога Живого, вы не думайте, что это окончательное свидетельство. Евреи сегодня берут и даже говорят, Сын Бога Живого. А Павел говорит, Бог сущий во плоти. А вот этого еврея сегодня, обращенное христианством, так называемые христианские иудеи, не признают многие. То есть они остановились на стадии Петра, Сын Бога Живого. А Сын Бога Живого Конфуций, Сын Бога Живого Магомед. Так все они, все. Это один из них из этого ряда. Павел говорит, что Он Бог. Бог явился во плоти. У Петра мы, не считая, Фома сказал, Господь мой и Бог мой. Видите, тщательный разбор показывает, что за Петром числилось многое того, что нам нельзя принимать. И много того, что можем принять. Но потом Петр все это выправил, благодаря своего послушания Господу. Он идет, куда побивает Господь, в дом Каргирия. Через него Господь открывает церковь через язычников. Все это дальше через послушание идет. Поэтому, где ты наставлен, где родился? Не ставь это на первое место. Услышал голос Божьего Священного Писания. Ну и что? Два-три перстана. Скажи, да это и Господь же об этом не говорит. Самое главное, я исповедую Святую и Троицу. Исповедую два естества во Христе. Равно спасительное то и другое. Тем более, это уже признавано Сенот и Патриархия. Вот мы считаем у апостола Павла Галатом 4.17. Он говорит, ревнуют по вас нечисто. А хотят отлучить вас, чтобы вы ревновали по них. Это люди не по Христу ведут. Запрещают молиться где-то, встречаться. А они хотят, чтобы по них ревновали. Когда проходит уже десятилетие. Точно срок мы не знаем сколько. Однажды Павел услышал, что за Петром опять тянется его это старое еврейское. Евреям особенно свойственна лицемерия. Евреи вывели так, что если в мире существует десять частей лицемерия во всем мире, то девять из них в Иерусалиме. Девять из них в Парисеях. И этим лицемерием был увлечен Петр. Стал таиться, чтобы его не отлучили вроде бы. А Павел говорит, я противостал ему при всех. Говорят, да он же нарушил заповедь. Написано, обрещи брата наедине. Не нарушил. Грех был при всех. При всех надо было его хватать и ставить на место. И Варнава, его друг, был увлечен этим лицемерием. Но если бы та встреча не произошла, то вот то, что Петр делал, это вошло бы уже в практику. Оно и вошло в практику. Но сегодня, по крайней мере, мы можем сослаться на Павла. Что не надо смотреть на то, что требуют от нас священники, епископы. Синог, патриарх запрещают то, что не запрещено Богом. Они хотят, чтобы мы ревновали по них. Назывались патриаршами. Назывались старообрядцами, баптистами, яговистами. Мы должны помнить, что в нас искупил Христос. Павел им говорит, разве Павел за вас распялся? Или Петр? Христос распялся. И поэтому на первое место всегда выставляете одного – Христос. Они апостолу стали благодаря Христу. Но у Павла было обращение мгновенное. Скажу, у меня было с детства, как у Петра, заложено все. Но когда в руки попала Евангелие, 27 сентября 1962 года, у меня было точно такое же отношение к старому, как у Савла. Здесь кончилось то. Лучше я потом выберу оттуда. Самое хорошее оставлю. А остальное не надо советоваться с плотью и кровью. То есть с родителями. Со своими бывшими наставниками. Бог призвал. Поставлю на тучках. Павел говорит так. Дети, для которых я снова в муках, доколе изобразится в вас Христос. Как он трудно рождал. Ему упрекали, что не апостолы. Люди хватали за то, что при Христе ходил Петр. Вот это важно. Он со Христом ел. Он со Христом в лодке плавал. Вот это они на первое место выдвинули. А Павел зазирали. Он говорит, а он прямо Павел дали и говорит. В Иоанне 26-24. Хотя обладал он великой и грамотной, Павел. Ему сказали, безумствуешь ты, Павел. И большая ученость доводит тебя на сумасшествие. То есть у него была очень большая ученость. Это доктор богословия. А в Иоанне 4-13 написано, видя смелость Петра и Иоанна и предметил, что они люди не книжные, простые, но замечали, что они были с Иисусом. Всю неграмотность, простоту покрывало то, что они были с Иисусом. Могут ли о нас сказать люди, что мы были с Иисусом? Тогда мы станем в один ряд с Петром. Без всякой книжности, без научения. В Слове Божьем мы считаем, как люди относились к смерти. Боялись, как и сегодня, трепетали. Чтобы избежать смерти, люди шли на предательство. Но в Откровении 9-6, считаем все дни, люди будут искать смерти, но не найдут ее. И пожелают умереть, но смерть убежит от них. Это тайна. Как так? Да надень петлю и умрешь. Не будет смерти на земле в какой-то момент. И люди искать будут не обращение к Богу, не золото, а как умереть, и смерть убежит. И апостол Павел искал и удостоился. И он говорит так. Сначала о Петре 21-18. Христос предсказал, что прострешь руки, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Значит, Бога прославляет не жизнью только, но и смертью. Деяние 21-13. Павел говорит, хочу быть узником и готов умереть за имя Иисуса. Смерти можно искать подвигом своим. Где-то можно спрятаться, а можно этим пренебречь. Смерть за Христа – это высшее, что может христианин в любви своей показать Господу. Они оба умерли, считают, в этот день. Я вчера объяснял, что они умерли в разные воды, не одновременно. Церковь так свела на один день, и будто бы сегодня день качины святых апостолов. Разница между ними, конечно, очень большая. Это простой рыбак и ученый раввин. Но Господь призывает и тех, и других. Это два полюса. Простолюдин и человек высокого полета мудрости. Равно дороги для Господа. По-разному Господь открывается. Но все же показывает, когда по преданию, по наследству, по домашнему обращается, разница все-таки есть. Тут мы должны перекинуться на сторону обращения с Аллой и сказать, Господи, дай мне такое обращение, такую вспышку, чтобы придя в возраст, как Моисей, он предпочел страдать с народом Божиим. Чтобы я сознательно сказал, я избираю Бога, одного Бога, и ничего и никого, кроме Бога. Церковь ежегодно напоминает нам этой датой о проповеде. Другой причиной свести двух апостолов в одно в один день никакой больше нет. Они во многом разница. В одном они были одинаковы. Когда поэт перечисляет свои преимущества перед другими, он перечисляет ни грамоту, ни книги. Не говорит, что я сделал. Сколько свитков написал книг, а сколько я пострадал. Я более был в темницах. Так по сути, кто был в темницах? Я более в ранах. Какие раны за Христа? И когда все перечисляет, говорит, у меня ежедневное стечение народов. Вот как в краевой администрации или в прокуратуру идут люди жалуются. Но к нему шли с другими вопросами. Как понять? Он говорит, хочу прийти и поделиться духовным дарованиям. Кто сегодня в мирские организации приходит с вопросом о спасении души? Кто приходит в духовные организации с такими вопросами, как правильно веровать? Я только отголоски слышу, мне все не известно. О том, что все еще призыва в патриархии, в зарубежной церкви, в старообрядчестве, в католичество уже дошло до этого. Нет, на открытую проповедь. Называется апостоличность Смирян. Все должны идти на проповедь. Все должны сеять. Все должны выйти на Нилу Господню. Как таковое православие сегодня практически на полное исчезновение идет как русский человек. И выход только один через благовестие. Благовестие Петрова пусть через рыбу, пусть через умножение скота, урожая на поле. Через все, что касается плотской, мирской жизни. И пусть будет все-таки среди нас и такое обращение, как было старое. Может быть это будет гонитель. Он ревнитель был большой. Он боролся за свое старое. Но почему-то сегодня вот старые ревнители не обращаются. Значит разница все-таки есть. Кто за последние тысячи лет вот так обратился среди старообрядцев, среди новообрядцев, среди старостильных. Ни одного случая не слышал и думаю быть этого не может. Почему? А они шли движенные не тем духом. Когда им прямо показывают, что Писание на обращение Савла, они не обращают внимания. Савла обратил внимание такое, которое сегодня не каждый решится совершить. В себе переворот. Он три дня не пил и не ел, а слепший сидел. Какая боль у него была в душе, в мозгах. Как он перебирал все жертвы, которые он принес на алтарь своей ревности. Я неумеренный ревнитель был отеческих законов. Хватал мужчин и женщин. Истребил все в Иерусалиме. Выжил все христианство. И теперь отправился в Дамаск. Услышал, что там есть большая община. Под предводительством епископа Анания. Он еще не знает, что Анания будет стоять, а он перед ним будет лежать. Это он в кошмарном сне не мог увидеть. А все случилось именно так. Анания трепещет, как ягненок. С приходом в церковь Савла, будущего Павла, мы видим, исполнилась буквально одиннадцатая глава пророка Исаии. И лев будет с ягненком и с теленком. Лев, златоуз говорит, это Савл, терзающий церковь. И вот этот ягненок, который трепещет, Анания, Господи, а сколько он зла сделал, мы слышали. И за этим он идет сюда. То есть у христиан тоже работала своя разведка. А Господь говорит, вы все ошибаетесь. Я его уже встретил. Все переменилось. Между нами даже есть какие-то от него реальности, недоумения. Все меняется через встречу с Иисусом Христом. Обращение Савлу сегодня каждого побуждает к пересмотру своего пути. Даже если ты из детского верующего, а он такой и был. Ну выберите время такое, скажите, сегодняшний день именно для этого. Как я обратился? Было ли у меня обращение? Была ли встреча с Господом? Или просто я иду тянусь? Если в нас еще откроется обида, превозношение, гордость, то встречи не было. Где Духа Святого нет, там труда Божия нет. Этот день, который, можно сказать, подводит итог под прежней нашей жизнью. Господи, услыши наше воздыхание. Я так хочу обратиться, как Савлу. Чтобы прежнее отрезано было и началась новая жизнь во Христе. Чтобы сегодня я посмотрел и увидел, что было слева стало справа, а что справа переметнулось налево. Я заново начинаю эту жизнь. Пусть буду ослепши три дня, но не больше. Пусть не буду пить и есть. Вот это истинный пост. Вот это и есть Петров пост и Павлов. Не просто сегодня мы волосные будем пить и на этом все закончилось. Пост не кончился, а святыня обратился к Богу. Пост еще и не начинался, если ты не просил Духа Святого, чтобы тебя поднял на благовестие. С постом молитвы и возложением рук. И на руках молитвы, если ты это понял. Надо нести всех, начиная с патриарха до последнего священника и мирянина. Чтобы маленький ребенок мог свидетельствовать их в школе. Малые дети, они бывают прекрасные свидетели. Мы читаем это в житиях святых. Мы читаем это в священных книгах Библии. Как малые дети старцев умудряли. Они понимали, что то, что им дано, отошло. Мы нигде не читаем про то, что Илья был беззаконник. У него главный грех был детей не воспитывал. Но он зазвучал голос, и он понял, Бог заговорил. Но он не стал говорить, Господи, а почему ты говоришь с каким-то мальчишкой? Говори со мной. Все кончилось, Илья. Этот мальчишка будет сегодня слышать приговор тебе. И он его заклинать будет, скажи, все не скрою. Он понял, что там его приготовлен гостиница от Бога Иегова. Которому служим всю жизнь. Может, дети наши проговорят нам своими голосами. Что нам уже приговор вынесен. Он сам сумел это расслышать. Петру Бог положил это мастерство. Не сам он себе это открыл. И когда разговариваете с людьми, не признающими Иисуса за Бога, прямо ссылайтесь на высказывание Павла. Это Бог явился к нам. Во плоти Иисуса Христа, рожденного от Девы Марией. Почему в этот день установлено, я думаю, никому не узнать. Но что для меня день какой-то такой настанет, как вот этот 12 июля. День окончания поста, то есть выхода на проповедь от окончания поста, можем сделать уже сегодня. Да положит нам это Господь. Чтобы православные все праздники имели решающее значение в нашей жизни. И в духе ревности мы могли сказать с Павлом, живу не я, но живет во мне Христос. Аминь. Спасибо. Спасибо.